Ну и тут мне мой этот жених говорит, типа, а ты знаешь, что делают обычно после того, как обменяются кольцами? Я такая, нет, а что? Он такой, ну пойдем. Привет, интернет! Я рада вас приветствовать на очередном выпуске из рубрики ПОНПОН! И это ваша любимая рубрика, в которой я делюсь с вами различными историями из моей жизни. На самом деле, я вообще не знаю, почему у меня такое настроение, но почему-то именно сегодня мне хочется рассказать вам самые мерзкие истории из моей жизни. Я не знаю, в чем дело, почему у меня такое настроение, но правда, очень хочется. Поэтому в этот раз я не буду вам советовать брать с собой что-то вкусненькое и вот это вот вся лабуда. Наоборот, смотрите это видео, если вам вдруг очень хочется вечером поздно есть, а вы решили, что в этот раз вы не будете поддаваться своим желаниям и не будете есть после шести. Это видео абсолютно точно отобьет у вас аппетит, особенно если вы брезгливый человек. Так что это лайфхаки от Маруси Черничкиной. Я не знаю, что еще сказать в предисловии, просто сегодня будут самые мерзкие истории. Просто каждый раз, когда я вспоминаю каждую из них, мне просто хочется немножечко умереть от стыда. Так что, приятного просмотра. Начнем, пожалуй, с самой короткой истории, чтобы вы просто поняли, насколько вы готовы выдержать вот этот уровень мерзотности. Как-то раз я гостила у бабушки, ну а бабушка, будучи бабушкой, уже находится достаточно в серьезном возрасте, и она уже носит вставные зубы. Господи, я надеюсь, что она не смотрит это видео. И свою вставную челюсть бабушка хранила на кухне в чашке. Я думаю, что много кто из вас уже догадался, к чему эта история ведет. Короче, как-то ночью я проснулась от того, что очень хотела пить, пошла на кухню, смотрю, а там в какой-то кружке уже вода налита. Начинаю пить, и на меня падает бабушкина вставная челюсть. Оказалось, что это та самая чашка, в которой она лежит. Супер мерзко. Ну и давайте сразу, не сбавляя темп, перейдем ко второй истории, потому что я очень намерена протараторить следующие истории просто до конца. Забыть вообще о том, что я их вам рассказала, и выложить их в интернет просто на потеху вам. Что не делаешь ради просмотров. Следующая история мне была лет 14. Меня впервые отправили за границу, в лагерь. Я ездила со спортивным лагерем, куда ходила моя сестра. В общем, меня отправили просто за ней следить. Но я тогда не понимала, что такое ответственность, собственно, как и сейчас. И просто наслаждалась отдыхом. Помимо обширной спортивной программы, у нас также была достаточно обширная развлекательная программа. Мы исследовали Болгарию, вообще вот эти золотые пески, или как там называется этот курорт. И в один день у нас была поездка в аквапарк. Я обожаю воду, обожаю аквапарк, я обожаю экстрим, вот это вот все. В общем, я очень ждала эту поездку. Но как назло, именно конкретно в этот день у меня приезжают гости из Краснодара. Наступают красные дни календаря. Эти дни. В общем, девочки меня поняли. Я с понурой головой прихожу к вожатой и говорю, я вот не могу с вами поехать, к сожалению, я так хочу. Она мне такая говорит, так ты надень тампон. Эээ, а я, я не умею. Она говорит, ну ничего страшного, там на самом деле ничего сложного. Ты вот заходи, короче, в туалет, я тебе за дверью буду объяснять, что делать. Не буду вдаваться в подробности, я очень боялась, что я ошибусь отверстием. Но я вставила этот тампон и поехала в аквапарк. Там в аквапарке мне очень сильно понравилось. Там были очень крутые горки, все было здорово. А также там произошло очень интересное событие. Ко мне, в общем, там подходит чувак из класса старше, короче, из нашей школы прямо. Вот. А он мне нравился. Я такая, типа, ммм, Дима, привет. Он такой, ммм, а что ли, какие вообще, какими судьбами, как дела? Ну, в общем, мы там это самое, что-то разговариваем. Я такая, типа, хи-хи-ха-ха. И тут он что-то отворачивается, потому что смотрит на группу, с которой он приехал. Он тоже был, по-моему, в каком-то лагере. Вот. Я смотрю вокруг себя и понимаю, что... Ну, в общем, поскольку это был мой первый опыт использования тампона, я, видимо, его не очень хорошо вставила. Ну, в общем, всплыл он просто рядом со мной. Я такая, что делать? Я его пытаюсь, короче, опускать вот так вот ладонью. А он, блин, всплывает. Короче, мне пришлось надавить на него ногой, и я просто держала его под ступнёй, понимаете? Всё это время, пока мы с этим Димой разговаривали. Слава богу, потом Дима куда-то отошёл, и он не увидел вот этого моего просто... Ха! Моего происшествия. Но, знаете, тампон у меня потом ещё очень долго не доверяла. Если вы думаете, что это было не мерзко, то следующая история прямо для вас. В шестом классе я дежурила по столовой. Дежурство по столовой заключалось в том, что нам нужно было поддерживать столовую в порядке. И, в частности, протирать столы. Я ещё очень хорошо помню, что конкретно в этот день я от кого-то услышала, что когда каши на всех не хватает, школьников, её разбавляют водой. Но я как бы не придала значения этой информации. Я про неё благополучно забыла, пока на моём ряду после завтрака один первоклассник просто... Выплеснул всю кашу обратно. И прямо на мой стол, короче, полностью. И на моём ряду. И всё это было... И этого было ещё так много. А у меня же... Ну, я же брезгливая очень сильно. Я же сейчас смотрю на это всё. Не понимаю, что с этим делать. Дотрагиваться до этого не хочется от слова совсем. Я подхожу к своей учительнице, такая, что мне делать, объясните. Она такая, ну чё-чё, просто бери и протирай. В общем, у меня прям рвотные позывы. Я не могу на это смотреть. Она это протёрла. Сама в результате жалилась надо мной. Но это было очень мерзко, потому что потом мне нужно было продолжать протирать этот стол в весь оставшийся день. Я доходила кусочки каши. Неважно. В общем, это было очень мерзко. Я надеюсь, что на этом моменте моя мама уже выключила это видео, потому что она тоже очень брезгливый человек, потому что следующая история. Это... Это... В общем, мне было 9, ему было 11. Мы встречались, ну в смысле, гуляли в одном дворе. И почему-то все говорили, что мы жених и невеста. А потом мои подруги решили организовать нам свадьбу. Мне подарили кассету Алсу, ему подарили кассету Децла. Мне сделали какое-то прям самодельное колечко. В общем, мы прям серьёзно отпраздновали свадьбу. Ну, настолько серьёзно, насколько нам позволял наш возраст. В общем, сижу я со своим новоиспечённым колечком, рассматриваю его. Вот. Ну и тут мне мой этот жених говорит, типа, а ты знаешь, что делают обычно после того, как обменяются кольцами? Я такая, нет, а что? Он такой, ну пойдём. Мы заходим, значит, к нему домой, а он в кассету включает со взрослыми фильмами. Я не знаю, почему они у него были, ему же было всего 11. Это был мой первый опыт просмотра взрослого фильма. Это было так мерзко. Я испытывала, ну, как бы мерзость похлеще, чем тогда, когда мальчик, блин, блеванул на моём ряду в столовой. Мне кажется, что это был самый короткий брак вообще в истории человечества, потому что сразу же после этого я просто вынеслась из квартиры и решила, что больше мы не общаемся, мы разведены. Всё. Фух, всё. Это все истории, которые я хотела сегодня рассказать. Я надеюсь, что вы над ними посмеялись, я надеюсь, что меня посмотрят продюсеры Клик-Лака и возьмут меня на следующие зашкварные истории с женщинами. Если что, это пишите Клик-Лаку про моё существование, потому что у меня ещё очень много таких историй. Не знаю, правда, хочу ими делиться или нет. Сейчас на экране мой самый любимый комментарий к прошлому выпуску из рубрики Пун-Пун. Там мы разговаривали с вами на серьёзную, такую жуткую немного тему по поводу буллинга и унижений в школе. Если вы хотите какой-то более серьёзного диалога, то переходите, смотрите то видео. Ну и спасибо вам большое за очень адекватный отклик, потому что я там, помимо истории, которые обычно рассказывают блогеры, когда затрагивают тему буллинга, где они выступали жертвами. Я рассказала историю про то, как я булила и что мне очень сильно стыдно за это. Так что спасибо большое за адекватность, потому что вы, правда, у меня самые понимающие и самые думающие люди, мне кажется, вообще на ютубе. Вот, но у меня на этом всё. Я пойду просто смывать себя вот это вот ощущение стыда, потому что у меня прям реально аж все суставы вот так вот крутят от того, как мне неловко. Ну а с вами была Мария Черничкина, я по-прежнему вас очень сильно люблю, целую и, конечно же, обнимаю. Муа!